Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу терапию с психологом, а потом найти работу, но боюсь, что уже будет поздно, пропущу столько времени, хотя могла найти работу, и возможно бы наладился быстрее, избегая людей и депрессии, что выбрать? Ну, в первую очередь хочется сказать, что выбирать только вам. Психологи, как и другие люди, за вас выбирать не будут. Это помимо того, что самореклама, да, то есть говорить о том, что, ну, вот, значит, занимаетесь терапией, да, ну, пожалуй, является не совсем этичным, на мой взгляд, поэтому вот тут вы, как мне кажется, несколько неудобное положение ставите и себя, да, и нас, потому что нам вы говорите, ну, вот, что вы можете выбрать за меня, да, ну, я не думаю, что вы будете, вот, слушать, слушать незнакомых людей, да, которых вы никогда не видели, которых вы не знаете, и которые не факт совершенно, что, там, думают о вас, да, это первое. Поэтому вот тут такой момент. Второй момент. Значит, депрессия. Вот, если вы говорите, да, о том, что у вас депрессия, то по депрессии я могу сказать, что это вообще не совсем компетенция от психолога, вот. То есть по депрессии я могу сказать, что это вообще компетенция больше врачей, вот. Понимаете, какая штука. Поэтому вам, вот, если у вас есть, ну, подозрение, да, если у вас есть подозрение на то, что у вас депрессия, вот, то лучше, конечно, обратиться к врачу, вот, к врачу-психиатру, да, либо, вот, к клиническому психологу, вот, и проработать этот вопрос с ним вообще. Вот. Потому что, так, пожалуй, было бы, наверное, правильно. Вот. Нежели чем психолог, вот, работал бы с вами, да, принимая во внимание то, что у вас может быть, значит, депрессия. Вот. Вот. Врач-психиатр вам ее диагностировать, ну, или скажет, что у вас или нет, и, соответственно, назначит вам лечение. Ну, вот, назначит вам как раз таки психотерапию, вот, в том ее направлении, да, в том ее виде, который пройдет, ну, подойдет вам с большей долей вероятности, нежели чем, например, вы сейчас вот будете сами это делать, да. Дальше, вы говорите о том, что хотите терапию с психологом, хотите терапию. А зачем? Ну, 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 вот, вот, зачем? Чтобы, чтобы что? Для чего? Чтобы решить какую проблему вы хотите? Почему нельзя делать это, и то, и то. То есть, почему нельзя работу искать, и почему нельзя, как бы, ну, с психологом, например, работать, да. То есть, я не вижу, как одно взаимысключает другое. Может быть, у вас есть какой-то нюанс, который вы могли бы как-то озвучить, да, как-то сказать. Почему вы считаете, что нельзя одновременно работать и, ну, и заниматься психологом? Вот. Дальше, вы говорите о том, что боитесь, что будет поздним, вот, и мне хочется вот тоже вас спросить, а откуда у вас вот такие мысли, что может быть поздним, понимаете? Понимаете? Я сейчас не говорю о том, что вы не правы в том, что, ну, что может быть поздно. Но я всё равно хотел бы понять, как к вам приходят такие мысли в голову. Ведь, как это выглядит для меня? Для меня это выглядит так, ну, вот, для меня это выглядит, вот, таким образом, что, если человек, как-то вот, говорит, что, ну, всё будет. Поздно. Поздно. То, той или иной степени человек этот хочет, чтобы было поздно. Вот. Вот. Понимаете? Какой? Какой здесь есть нюанс? А если человек хочет, чтобы было поздно, но для чего-то ему это нужно. Вот. Вот. Нет, просто сейчас так, да, он об этом говорит. Поэтому тут нужно посмотреть, что для вас означает это поздно, вот. Не требуете ли вы от себя, допустим, ну, допустим, чего-то такого, чего бы вы, например, не хотели бы сами. То есть что-то может быть вот как раз какое-то внутреннее требование от себя со мной добиваться, достигать каких-то, результатов. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае, ничего хорошего из этого, как правило, не получается, когда человек себя вот пытается заставить. Поэтому вот тут как раз вот такая, на мой взгляд, идея, что нужно посмотреть, а вот, значит, ну, в целом то, что для вас вот означает, да, работа, вот, как вы к ней, к работе, в смысле, относитесь, вот, что вы в ней для себя видите и, пожалуй, что очень важно, вот, куда вы хотите успеть. А может быть даже поставить вопрос в несколько иначе, куда вы боитесь опоздать, потому что это выглядит как то, что вы поропитесь, если человек поропится. Ну, он, к сожалению, не нацелен на выполнение, значит, работы своей, он нацелен больше на как раз вот это вот самое достигательство. И я могу вас заверить скромно, что достигательство не является тем, что делает человека счастливым. Согательство никого счастливым не делает. Вот. Поэтому вполне возможно, что ваше состояние это выход такой, вот такой выход из... из ситуации, когда вы просто не хотите, например, работать, вот, вы не хотите чем-то заниматься, вот. Ну, потому что вам может казаться это очень и очень тяжело, вам может казаться это... ну, чужеродным, вот, вам может казаться это неприятным и в каких-то аспектах может быть даже болезненным. И вот стремятся избежать подобного, вы объясняете себе это тем, что вот у вас что-то, вот, какие-то проблемы и так далее. Вот, естественно, я не утверждал этого наверняка, вот, наверняка я не знаю, но просто вот, исходя из того, что вы описываете, я могу сделать такое предположение. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратный связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать над собой работу, вот, позволит вам сформулировать базовые постелаты для, значит, психотерапии. Всего вам самого доброго. Удачи. Эксперт.